Рукоплещите Господу Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты живешь всегда во мне, Дух Святой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты живешь всегда во мне, Дух Святой По благодати я спасен По благодати я спасен По благодати я спасен По благодати я спасен Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты живешь всегда во мне, Дух святой Ты живешь всегда во мне, Дух святой Благодать! Я спасен! Благодать! 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 На тебе и на мне По благодати я спасен По благодати Божьей Я спасен По благодати я спасен По благодати я спасен Спасен По благодати я спасен Прекрасный, чудесный народ Божий, спасенный, давайте вас дадим великую славу нашему Спасителю, нашему воскресшему Царю! Говоря о трудностях и испытаниях, я могу вам сказать такую вещь, что 90% всех наших трудностей, или как мы любим с вами говорить, проблем, это все ответы от Него. Вы не замечали никогда, когда вы что-то от Него хотите, говорите, Господь, вот у меня такая проблема, у меня такая ситуация, я хочу, чтобы ты мне ответил. И потом ба-бах, буквально через два часа с тобой происходит какое-то событие, которое ты его не ожидал, и оно вообще не должно было, совсем не из этой серии. Вот вообще откуда оно появилось? Но потом, когда ты делаешь анализ, ты понимаешь, что через вот эти вещи была обрезана твоя гордость. Ты понимаешь, что через эти вещи Бог что-то хотел тебе сказать. Поэтому если мы думаем, что Бог нам не отвечает, Он нам отвечает. И чуть позже я вам скажу, каким он образом это делает в моей жизни. Потому что, когда мы видим проблему, мы очень часто на нее смотрим человеческими глазами. Но наша задача не смотреть на это человеческими глазами, ведь мы же с вами все духовные люди. Смотрите на проблему духовными глазами, то есть его глазами. Не позволяйте себе смотреть на это, ой, я человек, ой, мне плохо, у меня что-то болит. Ну, естественно. Я ни одного не знаю здорового человека. Покажите мне этого человека, я не знаю такого человека. Но я вам такое скажу, я всегда это говорю, в духовном мире мы все здоровы. И то, насколько ты употребляешь себя для Господа, от этого зависит твое физическое состояние. Они напрямую взаимосвязаны. Аминь. Бог отвечает нам через трудности. И я очень рад, что в этом зале сидят люди, которые встречают эти трудности с улыбкой. Я бы очень хотел рассказать некоторые примеры, но я не спросил разрешения, поэтому я не буду этого делать. Но я иногда шокируюсь, когда мне Татьяна звонит, представляешь, там, ну ладно скажу, выбили человеку стекло, разбили машину, а человек на позитиве, все нормально. Аминь. Бог будет работать в твоей жизни. Я сейчас просто пророчествую. Бог закаляет нас, делает нас очень сильными. Знаете, каждый день мы проходим определенную проверку нашей веры и нашей верности Ему, чтобы нам с вами научиться быть верными Его Слову. Как в свое время Бог проверял Авраама, когда Он дал ему сына Исаака, да? У него тоже не сходилось, как так? Вот ты мне дал сына, и я сейчас должен пойти и принести его в жертву. Бог не об этом говорил. Он смотрел на то, насколько ты расставляешь правильно приоритеты в своей жизни, насколько Бог является номером один в твоей жизни. И Коринфянам в 10 главе 13 стих написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчит, даст облегчение так, что вы могли перенести». В современном переводе написано, «Он никогда не допустит, чтобы мы были подвергнуты испытанию сверх сил». И апостол Петр в 4 главе 12 стихом пишет, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». То есть, первое, Бог никогда не даст вам то, чего вы не сможете понести, чего я не смогу понести, чего мы с вами не сможем понести. Он никогда, он суверенен в своем слове, он никогда, если он сказал, вот написано, я никогда не дам вам сверх того, что вы не можете понести, да? И второй момент, мы не должны убегать от этого. Мы должны решать эти проблемы, мы должны решать эти ситуации, не надо от них убегать. А, я абстрагируюсь, это не моя проблема, я ухожу из нее. Но если Бог вовлекает тебя в эту ситуацию, подойди. Знаете, и когда я два дня назад узнал о том, что я буду проповедовать, ну, пастор у нас иногда делает даже, он может быть на служении, его срочно вызывают, и он говорит, так, вот ты будешь проповедовать, то есть нам надо быть всем готовы. И два дня назад, когда я об этом узнаю, я еду в метро, получил смс-ку от него, я говорю, спасибо, пастор, и я думаю, я понимаю, о чем я буду проповедовать, я понимаю, что мне нужен какой-то пример его веры, и то, как нужно вот эти проблемы преодолевать, вот эти сложности преодолевать. И я доехал до своей станции, выхожу, мы должны были с моей женой встречаться, с Татьяной. Я выхожу из машины, из метро, выхожу, мы договорились там, в определенном месте, ее нет. Я раз, набираю ее телефон, звоню, я говорю, Танечка, а ты где? Она говорит, слушай, а у нас машину эвакуировали. Я говорю, Тань, подожди, а где ты встала вообще, в каком месте ты встала? Ну, я там всегда стоял, я всегда там стою, и каждую неделю я туда приезжаю, там один и тот же магазин, вот, но там два дня назад знак поставили, спасибо господину Лексутову, вот, дай Бог ему всего самого хорошего. Вот, а я говорю, Танечка, ну, подожди, ну, ты, ну, там же парковка рядом. Она говорит, да я никогда на нее не заезжал. Я всегда ставил напротив магазина, заходил на пять минут, выходил и уезжал. То есть, там, купить, там, буквально, там, хлеб, там, еще что-то. И тут я понимаю, что на меня так ба-бах, такое вот сверху, такое, знаете, такое огорчение. Вот, но я уже в этот момент забыл, что я 15 минут назад Бога попросил о том, что Господь, а покажи мне трудности. А у меня встречи через два часа. Ну, я же не отправлю Таню там искать, где эта машина, где... Она говорит, ты не переживай, я пойду там... Уже подбежал какой-то человек, говорит, ребята, сейчас все найдем. Сейчас я знаю, где тут что надо искать. Все, у меня все телефоны есть, там все знакомые ребята, сейчас все примем. Две тысячи, все вопросы, все решим. Я говорю, слушай, ну, мы тоже все понимаем, все умеем, давай мы сами все решим. Мы приезжаем туда. Такое прекрасное место, прекрасный ремонт. Спасибо, господин Лексутову. Видно, куда они деньги вкладывают. Вот, и я захожу туда, то есть помимо ремонта вот этого красивого, я попал, знаете, вот в атмосферу крика, в атмосферу мата, в атмосферу какого-то такого агрессивного состояния. Вот, все кричат, что вот по какому праву вы мою машину эвакуировали, да вы там такие сякие. То есть вот, я понимаю, что, ну, я же не могу еще к этому приобщиться, да, вот к этой атмосфере. И я понимаю, что мне надо молиться. Я начинаю молиться. Я говорю, Господь, спасибо тебе, слава тебе, Боже, я благодарю тебя, спасибо тебе. И в этот момент я понимаю, что то, о чем я его попросил, он исполнил буквально минут через 40. То есть мгновенно. Хочешь пример? Пожалуйста. Вот, ну, мы подошли, вот там все кричат, все это. Мы подходим спокойно, говорим, здравствуйте, можно вот у нас машинку эвакуировали, вот все данные. Девочка на нас смотрит, говорит, она же в ступор впал, вот такой, то есть там не было такого начала. Там, ты кто такая вообще, по какому праву вы это делаете вообще, я буду на вас жаловаться, я там суд на вас подам. Подходят какие-то люди, спокойно задают вопросы. Вот, она говорит, а вы из машины приехали? А когда вы эвакуировали? Я говорю, ну, а вот 40 минут назад из Марины вот здесь вот собрали. Она так смотрит на меня, говорит, а у вас все хорошо? Я говорю, да нормально все. А что у меня? Ну, а самого внутри, знаете, еще такое чуть-чуть, такое, знаешь, огорчение. Я говорю, а у вас? Она так хорошо, в ступор, в ступор. Поэтому она говорит, а вы не будете на меня кричать? Я говорю, нет, не буду на вас кричать. Да? Ой. И тут мы начинаем разговаривать. Мы минут 10 разговаривали. Разговор у нас закончился тем, что я ее пригласил в церковь, она придет в церковь. И я понимаю, что вот эта ситуация, она была дана Богом для того, чтобы я заблаговествовал. То есть я инвестировал в то, чтобы еще одна душа пришла к Господу. Мы забрали машину, все. В общем, да. То есть, понимаете, еще раз, он отвечает сразу. Если мы думаем, что, ну, в большинстве случаев, в 90%, потому что иногда, когда мы просим, знаете, как написано, что мы не на доброе просим. Мы должны просить в основном на доброе. И я скажу потом, почему я подведу в конце. Давайте дальше двигаться. Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня тот же. Постоянство, твердость, надежность, непоколебимость присущи самому Богу. Поэтому неудивительно, что Он воспитывает в нас с вами те же самые качества. Через вот эти ситуации Он делает нас сильными, да. И Дух Святой ожидает, что мы позволим Ему потрудиться и каждый день вносить свои коррективы. Аминь. Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Мы сегодня много читаем, я прошу прощения. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир вера наша. Сильное очень слово. И Иоанна, 2 глава, 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Смотрите, к какой мы интересной теме подошли. Вера без дел или вера с делами. Да, давайте немножко поговорим о вере, о которой мы поняли, что такое вера, да. Что такое вера с делами. Иоанна, 2 глава, 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. В современном переводе, а делом этого никак не подтверждает. Может ли эта вера спасти его? Вот я не уверен, что эта вера, она вообще будет работать. Как, помните, у пастора, по-моему, была проповедь, верить в Бога и верить Богу. Кто помнит эту проповедь, да? Это сильнейшее слово. И, знаете, мы все с вами имеем разные работы, мы занимаемся разными делами. Кто-то занимается, учится, кто-то спортом занимается. Вообще, кто любит спорт из вас? Кто любит спорт, да? Ну, я не буду понимать, не очень люблю спорт. Хотя надо любить спорт. Вот, хотя апостол Павел как писал? Мало полезны, да, спортивные? Физические упражнения мало полезны нам. Ну, да, он немножко о другом говорил. Ну, ладно, это так. А кто знает, что у нас в церкви есть профессиональные спортсмены, есть даже чемпионы мира. У нас есть такие люди, да. И, знаете, я являюсь пастором в миру, да. То есть, о чем это говорит? Что у меня помимо церковной, скажем так, обязанности, да, служения, я еще работаю в миру. У меня есть другая работа. И в силу вот этой работы я очень часто летаю куда-то, я очень часто бываю в разных странах. И одна из таких моих любимых мест, куда я люблю всегда прилетать, это Соединенные Штаты, штат Калифорния. Кто знает. И я очень часто там бываю, бываю в разное время. Бываю в зимнее время, в весеннее, в летнее, в осеннее. Но когда у меня появляется какой-то вот кусочек времени небольшой, там, несколько часов, я всегда хочу, я выбираюсь на океан. И немножко, знаете, вот очень хорошо так постоять перед этим океаном и подумать, помолиться, пообщаться с Богом, да. То есть, у тебя меняется немножко мышление, ты так немножко широко начинаешь смотреть, вот как Бог смотрит широко, да. Ты пытаешься вот подражать Богу в этих вещах. Но, знаете, что меня всегда удивляло? Вот приезжаешь туда летом, там всегда полный пляж, там люди отдыхают, загорают, да. Приезжаешь зимой, пляж пустой. Но, знаете, есть такой вид спорта, серфинг. Кто знает серфинг? А кто занимается серфингом? Ну, или на скейте катается. Никто не катается. И Слава, а-а-а, Машенька катается. Молодец, Маша. Ну, удачи. Ладно, я шучу. Знаете, серфинг – это искусство скольжения по волнам, которое создает Бог. Кто согласен с этим? То есть, серфингисты не создают волны, их Бог создает. Бог создает волны, спортсмены только скользят по ним. Ни один спортсмен не пытается вызвать волны. Если нет волн, то в этот день не получится хороший серфинг. То есть, он будет, но не очень хороший. С другой же стороны, если спортсмен видит хорошую волну, то он максимально ее использует даже посреди бушующего шторма. Штормы там бывают достаточно часто. Америка, да? И, знаете, в Исаии, 51 главе, 15 стихом написано, «Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут». И, знаете, вот очень часто, вот, читая разные книги, вот, бываешь иногда на разных конференциях, ты слышишь примерно вещи, когда люди пытаются, скажем так, учить, как создавать эту волну, как сделать так, чтобы эта волна получилась, да, как образовать волну Духа Святого, Божьего Духа, да, как сделать так, чтобы быть успешным в своем служении, разные там программы, ухищрения, методы. Но рост в данном случае не может быть произведен человеком, да? Только лишь один Бог, Он обеспечивает рост в том мероприятии, которое мы делаем для Него, да? Лишь только Бог может творить волны, волны пробуждения, волны духовной восприимчивости, да? И Павел в первом послании, в третьем главе, в шестой стих писал, да, «Я насадил, аполос поливал, но Бог взрастил». И, знаете, когда ты с верой делаешь то, что доверил тебе Бог именно с верой, потому что, как я еще раз повторяюсь, если просто верить, но не делать никаких дел, то мы не получаем успеха. Потому что ты можешь любого человека спросить, «Да, я верю». Вопрос, а что ты делаешь для этой веры? Как ты служишь тем даром, которым Бог тебя надарил, одарил, да? Тем, скажем так, умением, которое есть в тебе. И снова мы с вами говорим, что с верой, с делами все получится, да? Мы с вами, как духовные люди, должны уметь распознавать то, что делает Бог, да? И творить в данном случае вот эти волны, это не наша с вами обязанность, это его обязанность. И, знаете, если наблюдать, на самом деле, вот с берега, когда ты смотришь, как они все это делают, когда они прыгают на волнах, когда они ныряют, когда они выныривают, когда они делают различные перевороты, то кажется, на самом деле, что это очень легко, да? Но, на самом деле, это очень тяжелый труд. Я разговаривал там с некоторыми из них, и я говорю, вообще, вот в чем секрет, как вы это делаете? Они говорят, понимаешь, самое первое, вот самое первое, да? Он говорит, должно быть понимание у тебя, что это твое. То есть, никогда не занимайся тем, что тебе не принадлежит, что не является твоим. А как это происходит, да? Когда ты делаешь это успешно, люди это видят, Бог это видит, и все говорят, слушай, как у тебя это классно получается, какой ты молодец, а я хочу сделать так же, как ты, да? И люди начинают идти за тобой, да? Второе, это вера. То есть, первое, ты понимаешь, что это твое. Второе, вера. Третье, терпение. Очень часто, когда ты начинаешь что-то делать, первая ситуация, первая проблема, бросаем. Все, это не мое, и вообще, вот, я вообще не понимаю, зачем я это начал, или начал, и вообще это все не от Бога. Не-не-не-не, еще раз, еще раз. 20 попыток сделай, 21 получится. Но должно быть понимание, что это твое. Да? Как мы с вами все знаем, а я знаю, что Спаситель мой жив. Почему? Он дает мне эту уверенность. Аминь. Третье, это умение. Ты должен быть лучшим в этом. Ты должен постоянно тренироваться, ты должен усиливать, ты должен наращивать свои ресурсы, ты должен находиться в постоянном общении с Богом, читать Его Слово, насыщаться Его Словом, пропитывать свой дух. Иногда я спрашиваю, а что с тобой происходит? Ну, я уже Библию год не читаю. Я говорю, ну, естественно, естественно, давай, все, с самого начала читаем. Сил нет. Так ты Библию читай, начни читать, начни молиться, начни в церковь ходить. Знаете, сейчас то время, когда Бог создает очень много волн. в жизни каждого из нас, Он создает свои волны, и наша с вами задача ухватиться за эти волны и попасть на эту волну, да? И Он направляет их туда, где люди способны с ними справиться. То есть я уверен на сто процентов, что Он никогда меня не направит быть серфингистом. Ну, никогда. Я не смогу этого, правда. Вот есть у меня такая уверенность. Но я уверен в других вещах, и я начинаю расти в этих вещах, я начинаю двигаться в этих вещах. И я говорю себе, Господь, я сам не могу, но с Тобой я могу. Аминь. Римлянам 5 глава, с 1 по 5 стих. Я уже подхожу к концу, я постараюсь вас не перегрузить. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которую веру и мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Аминь. И несим только, но хвалимся и скорбями. Кто хвалится скорбями? Кто знает, что через скорби он нас тоже проводит, да? Знаешь, что вот дальше, знаешь, что скорби производит, что через скорби происходит терпение. Это очень важно. Терпение, от терпения происходит опытность, от опытности происходит надежда, а надежда, написано, не постыжает. Потому что любовь Божья излилась сердце нашим, сердца наши духом святым, данным нам. Я хочу прочитать то же самое место в современном переводе. Мне очень нравится современный перевод. «По вере оправданной мы теперь в мире с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Него верою своей приобщились мы к той благодати, пребывая в которой, ликуем в чаянии, да? То есть в ожидании и в надежде. Слово чаяния, Божьей славы. Более того, мы радуемся и от нынешних испытаний наших, зная, что в них развивается стойкость, в испытаниях развивается стойкость, в стойкости зрелый характер и что вселяет в нас надежду, надежда, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил сердца наши духом святым, данным нам». Аминь. И в самом конце уже прошу, Светлана. Знаете, очень часто, когда мы с вами молимся, о чем-то просим нашего Господа, у нас разные нужды есть за наших близких, за наших родных, за наших детей, за нас, когда мы хотим определить и понять Его волю в своей жизни. Знаете, мы очень часто говорим, «Господи, благослови то, что я делаю». Но на самом деле это неправильно. Лучше всегда говорить, «Господи, позволь мне хоть немножко участвовать в том, что делаешь ты». «Чувствуете разницу?» «Господи, благослови то, что я делаю» или «Господи, позволь мне хоть немножко участвовать в том, что делаешь ты». Другими словами, «Господи, помоги мне делать то, что ты благословляешь». И я хочу вас ободрить немножко, чтобы ваша вера она всегда была с делами. И для каждого человека тот дар, который он вам дал, у каждого человека как минимум один дар есть, это сто процентов. У кого-то есть два дара, есть у кого-то три дара. Чтобы этим даром мы служили Ему, мы служили Его славе. И всегда помнили, что ту надежду, которую нам дает, она никогда не постыжает. И любые ситуации, каждый день, происходящий в нашей жизни, они от Него на девяносто процентов это то, что Он нам отвечает. И проходя этот тест, мы поднимаемся. Помните всегда, что Царство Божие усилием берется. Христос не обещал нам легких путей. Никогда не переставайте молиться за детей. Они обязательно придут к Нему, они вернутся к своему отцу. За своих мужей, за жен, за родителей, за близких. Молитва – это самый сильный инструмент. Вера с делами. Вера с делами. Вера с делами. Вера с доходами. Вера с делами. Продолжение следует...